Всего с момента начала пандемии в области было зарегистрировано 2874 больных COVID-19. Из них 1387 бессимптомники. Прирост держится на уровне 1,1%. 1310 граждан вылечились и были отпущены по домам. А на домашнем карантине под неусыпным медицинским наблюдением находится еще 1564 человека. Если говорить по районам и городу Ахтюбе, значит, самый высокий прирост, конечно, у нас в областном центре. 2090 случаев. В Альтикибийском районе 19 случаев. В Алгинском 78. В Байгайнском 56. В Иргинском 50. В Хабдинском 15 случаев. В Каргалинском 20. В Мартукском 40. В Мугалжарском районе 149 случаев. В Тимирском 168. В Уилском 19. В Храмтауском 66. В Шалкарском районе 104 случая регистрации. Из 2874 случая. 2,4% это заболевшие, завозные случаи. 14% это путем контактно-бытовым. 49 случаев это местные случаи. И 35% это выявлены с профилактической целью. В то же время, хотя до 2 августа в Актюбинской области, как и по всей стране, действуют строгие ограничительные меры, далеко не все граждане понимают их необходимость. Как итог, множество нарушений. Напомним, в городе и области действуют специальные мониторинговые группы. И уже немало нарушителей режима привлечены к ответственности. По статье 425, часть 1, привлечены к административной ответственности 47 лиц. Из них 6 на 6 физических лиц. Это на тех лиц, которые, несмотря на запрет проведения семейных праздничных мероприятий, проводили с большим количеством приглашенных у себя дома мероприятий. Это 6 административных штрафов на физических лиц. Это такие мероприятия проводились в Тимирском районе, в Алгинском, Байгайнском и 2 факта в городе Актюбе. На проведившиеся предприниматели составлены 20 административных материалов в общей сумме на 3 миллиона 940 тысяч тенге. Члены мониторинговых групп проверяют и аптеки. Как итог, за превышение допустимой цены на лекарства открыто 40 административных материалов на 29 организаций и еще на 2 граждан за незаконную фармацевтическую деятельность. Еще 9 материалов направлены в административный суд за допущенные повторные нарушения. В общей сложности наложены штрафы более чем на 5 миллионов тенге. Поэтому специалисты в очередной раз напоминают о необходимости правильного ношения масок. Маски одевают везде и на улице. Если в сопровождении вместе, если находятся 2 и более человек, 3 и более человек не должны вместе находиться, это первое, и обязательно быть в масках. Но однако есть игнорирование со стороны наших жителей, поэтому еще раз бы хотелось бы сказать, не подвергайтесь к административным штрафам. Пожалуйста, выполнять это прежде всего необходимо вам, вашему здоровью и здоровью вашим близким. Кроме того, был дан ответ на волнующий многих актебинцев вопрос, когда же будут сняты ограничительные меры. До окончания ограничительных, строгих ограничительных карантинных мер еще одна неделя. До 2 августа включительно. Конечно, мы рассматриваем вопрос о поэтапном открытии или ослаблении карантинных мер. Это будет, конечно, мы уже на своем опыте знаем, что сразу все объекты мы не сможем открыть. Это будет поэтапно, такое плавное ослабление этих мер. Но одно скажу, социальная дистанция, ношение масок, это будет обязательно при себе иметь санитайзеры. Санитайзеры на объектах, где посещают люди, это обязательные атрибуты останутся. Поэтому ко всем этим новшествам, пришедшим в нашу жизнь благодаря коронавирусу, актебинцам придется привыкнуть серьезно и надолго. Владимир Федотов, Арманд Асмаганбетов, телеканал Актубе.